Сделаем небольшую настройку, сядем в любое положение и настроимся. Я буду говорить, слушаем голос и следуем голосу. Вот так видно же, все. То есть в любое, со скрещенными ногами или на коленочки можно сесть. Отсмотрите пространство вокруг. Просто глазами попереключайтесь с одного объекта на другой, где вы находитесь. То есть у нас всегда, нас окружает всегда пространство, да, какое-то. Вот, скорее всего, вы находитесь в каком-то привычном своем доме или в какой-то комнате. Посмотрите, где окна, где стены, двери. Может быть, заметите что-то новое у себя. Хорошо. И теперь мы немножечко настроимся на звуки. Отключаем, закрываем глаза, прикрываем глаза. И послушайте, как это пространство теперь звучит. Какие звуки. Какие звуки нас окружают. Вот в этом вашем пространстве. Каждый в своем находится. Ну, появляется периодически мой голос. Это тоже звук. И звуки у нас, они имеют такое свойство появляться, длиться и исчезать. Ну, откуда-то они появляются. И вот понаблюдайте, откуда появляется звук. Как он появляется. Также есть звуки, которые просто звучат. Ну, какой-то гул может быть. Какой-то монотонный звук. Вы же все вот это послушайте. Просто обратили внимание на слух. И теперь переводим внимание в телесные ощущения. И делаем глубокий вдох. Длинный выдох. Еще раз. Наблюдаем, как тело дышит вдох. Длинный выдох. И так несколько дыханий, наблюдая, как происходит этот процесс дыхания. И с очередным выдохом опустите внимание в точке опоры. Почувствуйте, на чем мы сидим сейчас. Как опирается тело. Как это ощущается от опора. То есть мы всегда, наряду с дыханием, оно у нас с первого вдоха, выдохом и дышим, да? С первого раза, когда рождаемся, дышим всегда. И мы рождаемся здесь, на планете Земля. Притяжение нас. То есть закон. Сейчас я комментарии здесь отключу. Всегда появляется какое-то ощущение опоры. То есть ходим, мы сидим, лежим. Опоры всегда есть. И это я не зря сейчас говорю. Потому что возможность практиковать хатха-йогу есть благодаря тому, что есть сила притяжения. И у нас какие-то мышцы нас удерживают в пространстве. Какие-то, как бы сопротивляются этому притяжению, делают так, что мы против этого притяжения делаем так, что тело или стоит, или сидит, или бежит, там идет и так далее. Почувствуйте эту опору. И теперь по позвоночнику пройдитесь. Сейчас вот такое очень у нас быстрая настройка. По позвоночнику пройдитесь до макушки. Это тоже наша основа в практике хатха-йоги. Чувствовать позвоночник и все время удалять точку, которая у нас в макушке. И точка. Давайте возьмем крестец или копчик. Копчик, последний позвонок. И вот они все время у нас удлиняются. В повседневной жизни оно идет такое спрессовывание, укорачивание. И иногда укорачивается, если передняя часть, то такое сжимание, сутулость появляется. Сейчас нам надо наоборот. То есть ключевая позиция позвоночника в хатха-йоге, наверное, и во многих дисциплинах, это прямая спина, асанта. Ну и сразу у нас расправляется дыхание, как-то улучшается. Попробуйте сейчас вдох делать макушкой вверх, а выдох через седалищные бугры или на чем мы сидим вниз, как бы раздвигая вот эти две точки. И между ними почувствуйте позвоночник. Вот, дыхание. Вот, на этом достаточно. Открываем глаза. Я сделаю вводную какую-то часть. Не было у меня цели раскрывать тему 8-ступенчатой йоги. Это то, что Патанджи я описал в сутрах своих 8-ступеней йоги. Там яма, не яма. Наверняка слышали асана, пранаяма. Моя тема сегодня это введение в йогу какие-то основные базовые принципы, благодаря которым можно дальше практиковать где угодно. Куда бы вы ни пришли, к какому бы преподавателю ни пришли, или самостоятельно, чтобы понимали, из чего эта штука состоит. Что это вообще такое? Оно сейчас популярно. Каждый, наверное, месяц где-то в России выпуск идет очередной порции преподавателей по йоге. И все уже клубы, фитнес-клубы и так далее имеют эту дисциплину в большом количестве. Ну, особенно йога-клубы, да. Буквально 20 или 30 лет назад, сколько лет прошло? Ну, 20, может быть, даже, преподаватель. Те немногочисленные преподаватели йоги, они, приходя в клуб, фитнес-клуб, они даже им работу могли не дать, потому что, ну, говорили, что это, кто пойдет на это? Ну, то есть, такие я случаи слышал от своих учителей, которые, там, в 80-х годах начинают преподавать, в 90-х. Да, это больше уже, не 20 лет, больше лет прошло. Вот. Сам я столкнулся с понятием, вот, вообще, йога, хатха-йога. Аж в 95-м году, в 95-м году я жил в Испании, и там один у нас, я познакомился, я занимался восточными единоборствами, и у нас в нашем центре восточных единоборств, который мы сделали, итальянец, приходил такой, какой-то странный человек, и заставлен нас стоять в этих кошечках, в собачках. Я тогда не очень понял, о чем речь. Все это было на итальянском, испанском языке. Говорит, сейчас в собачку встаем. И вот, это вот было единственное такое, ну, это первый вход такой был, ее немножечко непонятно было, что делать с этим. Но я приходил как потянуться просто, покайфовать и потянуться. В общем-то, и сейчас я тоже это делаю для удовольствия, как и тогда. Значит, по, вот я оканчивал как-то курс вот в 2008-м году у Дэвида Свенсона по аштамбе миниаса-йоги, и его учитель по такти-джойсу, один из слоганов его, это 90, йога, это 99% практики, 1% теории. То есть, из практики уже рождается все остальное. Но, теперь я понимаю, вот спустя много-много лет, теперь я понимаю, что для старта, возможно, так и есть. Вот для старта, поэтому мы будем больше практиковать. То есть, надо делать, да? Что говорить об этом, надо делать. Но, со временем придет такое понимание, что йога – это как птица. Ну, и любая другая дисциплина – это как птица. Одно крыло – это теория, второе – практика. Если одно крыло меньше, то птица начнет кружить где-то там, ну, над своим, то есть, по кругу ходить, то есть, топтаться на одном месте. Но, для того, чтобы вообще, ну, что-то начать делать, кто-то читает книги, да? Вот я сейчас обзор не буду книг делать. Тоже очень много книг написано. И какие-то есть фундаментальные книги, которые вы знаете. В любом случае, даже если йогой не занимались, это вот «Бхагавадгита» в разных сейчас переводах есть. Борис Гребенчаков сделал хороший перевод, кстати. «Бхагавадгита» – певец, который наш музыкант. Рекомендую его прямо. Он 30 лет готовил этот перевод, он изучал все другие переводы и адаптировал его в буквальном смысле для питерского слуха, для русского, для российского. Мне очень понравилось. «Йога сутка патанджали» – это 196 или 198, по-моему, стихов, которые короткими такими фразами, которые новичок вряд ли расшифрует, и там нужно это с пояснениями читать. И я бы это читал уже спустя какое-то время, ну, после какого-то времени практики все-таки. Практика, практика, практика. Потом хатха-йога, прадипика. Я бы лучше, вот то, что сейчас происходит. Вот что сейчас происходит в мире йоги? Наверняка знали, знаете. Я даже в интервью преподавателей слышал такую фразу. Ему говорят, а вот скажи, в чем разница хатха-йога и аштанга-биньаса-йога? Или там, ты чем занимаешься, какой йогой? Вот, ребят, сразу хочу пояснить, прояснить этот вопрос. Вся йога, которая сейчас на рынке присутствует, это хатха-йога. Все, что имеет дело с телесной практикой, то есть там, где инструментом используется тело, это инструмент, через который мы что-то получаем. Инструмент, тело. Это хатха-йога. Очень долгая будет у меня речь, если начать расшифровывать хатха-йога, йога и прочие эти понятия. Наверняка в интернете это можно быстрее и больше найти. Но в двух словах, на самом деле, хатха, там, если в словарь залезть, таких более-менее, ну, разумительных переводов нет. И их так образно переводят, как небо, как солнце, луна, как женское, мужское, как инь-янь. Да, вот, там, как-то так я, ну, слышал, но все трактуют это по-разному, поэтому не хочу вот туда залезать. Йогу тоже многие по-разному переводят, особенно конфессионные. Ну, там, кто какой-то конфессии состоит, у них свой какой-то перевод. Вот, в общем и целом, юджи, ну, йога, юджи, это объединять, соединять, связывать, вот, контролировать еще, контролировать. Как вот возничий, ну, тогда же это древняя древность, как возничий контролировал через вот эти вожжи, вожжи, коней, да, вот, контролировать. Коней это что? Коней это наши эмоции, мысли, различные психоэмоциональные состояния. И вот к чему я прихожу, это к тому, что йога это способ контролировать свое поведение ума, или там, флуктуации ума, кто-то говорит. Способ контролирования поведения ума, а значит, нашей жизнедеятельности. То есть мы все через ум пропускаем. И еще более такой понятный перевод, это хатха-йога, это способ улучшить свою жизнь. То есть, ну, улучшить качество жизни. Там, точку можно поставить. То есть дальше, дальше как это сделать? И используется инструмент тела, как я уже говорил. Тело у нас что делает? Дышит. Тело у нас ест, пьет, двигается, да? Наверняка уже какие-то основы и по питанию, и по анатомии все уже знают, что сустав у нас живет. Вот суставная сумка любого сустава начинает активироваться при движении. То есть при движении что происходит? В мозг поступают данные, что пошло движение. И он тогда дает команду обратную. То есть у нас есть сигнал туда, сигнал обратно. Команду туда начать выделять вот эту сложную биохимическую жидкость, которая появляется в суставной сумке. И сустав начинает двигаться. Любой. Это любого сустава. Сустав двигается и оздоравливается таким образом, потому что жидкость поступает. Если сустав не двигается, если мы сидим у компьютера, мало двигаемся, в таком суставе подсыхает все это дело и начинает патология. Ну там перетираться что-то. И опять же, у меня целью не было, это прямо нейрофизиологию и анатомию поднять. Но в общем и целом, чтобы вы понимали, движение оздоравливает суставы. А у нас еще есть инструмент, это мышцы. Вот у нас мышцы могут быть сокращены, растянуты и в расслабленном состоянии. Вот три состояния. Это тоже нужно, это используется в асанах, в каждой асане. Какие-то группы мышц натянуты, какие-то сжаты, какие-то расслаблены. Новичок, новичок, асану начинает делать так. Вот так. Весь, ну и все, и все, и все напряжено. И где-то что-то там еще потянулось, и еще лицо такое. Как правильно, вот то, что я вижу. Поэтому начинаем с простого. И начинаем. Хатха-йога не имеет смысла, если вы не чувствуете, что происходит. Можно, да, много накручивать этих форм. Оно все равно сработает. Но изначально, прямо изначально нарабатываем чувствительность, что происходит. Вот поднимите все руку сейчас. Можно же почувствовать, что-то потянулось. Да у вас даже поясница здесь включилась. Вот у меня квадратная мощь, поясница даже включилась. Достаточно, вот если вот это движение поделок, это достаточно сложный процесс. И если это не чувствовать, если, например, сидеть в своих мыслях и думать уже о завтраке, или о сегодняшнем дне, что мне надо сегодня сделать, у меня там много дел, или телевизор смотреть во время, мы это можем упустить. И будет это просто как такое физкультурное действие. То есть чем отличается югическая практика от какой-то там фитнес? Тем, что мы нарабатываем во время практики еще состояние осознанности. Вот, например, я занятия провожу полтора часа, и хочешь ли ты того или нет, приходится полтора часа наблюдать, я все время это напоминаю, наблюдать за тем, что меняется в теле, как работают мышцы, как работает дыхание, как работает внимание. Хорошо. Итак, хатха-йога у нас состоит из некоего набора таких телодвижений, асан. Асаны могут быть статичные, вернее, асаны всегда статичные, но переходы между асанами могут быть динамичные. Удержание в положении тела, ну там, в какой-то асане, может быть длительное, то есть длительная статика. И тогда наступают определенные моменты. Вот я на курсах по реабилитации в прошлом году одну вещь понял, что когда у нас уже патология есть, но какая-то мышца не работает, что-то поджато, и когда мы в статике стоим долгое время и включаем большие цепи мышечные, и вот там мышца, которая не работала, вот мы эти мышцы включили, потом расслабили, потом опять включили, расслабили, и вот та мышца, которая не работала, она в какой-то момент подключается ко всему потопу, и таким образом тонус уходит и происходит, ну скажем, оздоравливание или восстановление работы мышцы. Это вот одно из объяснений для меня было вот этого напряжения, расслабления, напряжения, вытяжения. То есть это все действия асан. То есть напряжение, вытяжение, расслабление. Это все мы во время асан практикуем. Итак, вернусь чуть-чуть назад. Дыхание, то есть про дыхание я еще не говорил, да? И дыхание у нас, это вот наш внутренний встроенный процесс, который мы можем контролировать, а можем просто наблюдать за ним. И вот дыхание у нас встроено, и мы на это дыхание, мы все время наблюдаем, как тело дышит, на это дыхание, как бусинки вот говорят, нанизываем асану жасаны, на дыхание. Поэтому сегодня мы разучиваем. Вот сейчас я буду маленькими порциями давать теорию, потому что ее на самом деле много, и мы тогда будем до обеда сидеть. И мы лучше начнем уже что-то практиковать. Что мы вначале сделали? Мы настроились, да? Вот настроились на себя, на свои ощущения. Вот эти же настройки, ну, это же состояние, нужно поддерживать во время выполнения упражнений вот этих асан, да? Асана или кто-то говорит асана, но мне вот ближе асана, неважно. Положение тела в пространстве. У каждого есть еще, кстати, асана или асана, асана одно из определений, опять же одно из определений, потому что текстов много, источников много, но я буду опираться на патанджире, да, на самый первый. Это еще до нашей эры, по-моему, 200 лет или 300 сутры. Асана – это удобное, комфортное положение тела в пространстве. Хотя сейчас многие там уже как-то по-другому переводят. Даже если что-то мы делаем сложное, мы должны себе такую задачку поставить, чтобы это стало удобно. Даже если это сложно, чтобы оно удобно стало. А для того, чтобы оно стало удобно, тело должно в это время дышать. Тело всегда дышит. Задержки и какие-то паузы делаем только если я специально говорю, что здесь, там, задержали. Нет, всегда дышим. То есть всегда у нас вдох, выдох. И в сложные... То есть дыхательная система – это целый тоже раздел, который можно осветить. И дыхательная система у нас автоматически выстраивает ритм дыхания сообразной нагрузки. Вот сидим мы, дыхание медленное. Если сейчас побежим, что будет с дыханием? Оно начнет... То есть легкие начнут качать. Почему? Потому что дефицит углекислорода будет. То есть мышцам нужно топливо, чтобы все это поддерживать. Бег или там что-то, какую-то деятельность. И дыхание учащается. Когда еще учащается дыхание? При... Когда у нас психоэмоциональное состояние становится нестабильным. Переживание, да? Переживание, тревога. Дыхание учащается тоже. Все знают это, да? Сердце начинается биться. Почему? Потому что, когда у нас какой-то тревога наступает, страх, что-то в теле... Ну, у нас есть... Я сейчас не буду тоже об этом говорить. Об этом много книг даже написано. Но у нас есть в теле представительство того или иного психоэмоционального состояния. Там страх, жадность, обида и так далее. И вот у нас что-то поджалось. Ну, например, печень поджалась. Вот эта гладкая мускулатура. Или желудок. Мы боимся, мы вот так сжимаемся. И это все поддерживается выбросом... Там, если это действительно страх, адреналина. То есть, это все... И дыхание нужно питать тоже. Все вот эти процессы нужно питать. Они как бы начинают на нас паразитировать. И представьте, что я раз испугался, два испугался, три. И у меня эта патология стала. Что я постоянно чего-то там боюсь или постоянно от чего-то тревожусь. И это оно... Вот это состояние начинает уже быть патологичным. То есть, оно не испугался и потом пошло дальше. Ну, как это должно быть? А в патологию переходит. И у нас этот поджатый желудок уже пищеварение начинает рушиться. То есть, пища не переваривается. То есть, начинаются патологии уже в физиологических процессах. Соответственно, обладев практиками дыхания в хатха-йоге, мы можем через дыхание контролировать эти процессы. То есть, пошло вот эта тревожность. Что можно сделать? Начать растягивать дыхание. Сигнал из головы. Из мозга. Растягивать дыхание. И тревожность, как правило, если это не панические атаки уже какие-то, тревожность, оно уходит. Просто мы это начинаем контролировать через дыхание. Также, через растягивание мышечных тканей, мы вот эту информацию, записанную в виде зажатости каких-то, в виде, опять же, психоэмоциальных состояний, тоже убираем. Мы мышцу растягиваем. Мы перезагружаем. То есть, йога, во время занятий йоги, во время практики йоги, мы перегружаем организм как бы замок. Вот после занятий человек, в идеале, если он позанимался правильно, должен себя чувствовать легко, свободно и как будто вот заново родился. После каждого занятия. Такая перезагрузка, перезагрузка, перезагрузка. Это должно у всех работать. Это проверенная штука. Мы сейчас это попробуем. Утром не хочется просто так долго сидеть утром. Я-то могу сидеть сколько угодно. Давайте начнем с дыхания. Как дышать? Как дышать во время выполнения асаны? То есть, у нас введение в хатха-йогу, это как быстро начать заниматься и понимать, чем ты занимаешься, как это работает. Я потом буду по ходу делать, что вспоминать, еще говорить, ну там завтра уже, может быть. Потому что время у нас сейчас... Так, вот у меня есть часики. Давайте уже стоим, чтобы... Встаем? Встаем на коврик. И у нас основное дыхание, основное дыхание, это... Оно называется уджайи. Уджайи. Уджайи или... Вернее, не или, а как оно делается? Мы поджимаем горловую щель, поджимаем горловую щель и как бы контролируя вдох и выдох, попробуйте сейчас просто сделать вдох-выдох. Вдох. Выдох. Вот, а теперь, поджав горловую щель, можно не закрывая тя, вот я поближе встану, не закрывая тя, сделать звук, шепотом звук О, произнести так. А на выдохе звук А. Есть еще в йоге такая мантра. Со-хам. Может быть, слышали. Вот можете несколько раз повторить эту мантру. Со-хам. Шепотом. Хам. А теперь рот закрываем и то же самое. Вот получилось у джави. То есть, благодаря работе, благодаря контролю над горловой щелью, мы можем ее делать уже, и тем самым длиннее удлинять дыхание, а можем делать ее шире, и дыхание будет более, ну, может быть, поглубже и более быстрое. Попробуйте сейчас. Сейчас мы будем соединять движение и дыхание. Вот так я на коврочке встану. Нормально видно, да? Все. Вот, давайте. Несколько дыханий. Вдох. Выдох. Перед месяц движения. Руки через стороны вверх. Вдох. Вдох и выдох с закрытым ртом надо делать? Да, через носик. Через носик сейчас. Вдох и выдох. И вот эти звуки, да, как ты говоришь, делаем? Ну, звуки я давал для того, чтобы понять, как это звучит там внутри. А сейчас уже о звуках не думаем, просто делаем вдох, вот этим как бы шепотом. Мы сейчас просто тренируем дыхание у джави. Вместе с движением. Мы соединяем движение. Давайте еще раз. Продолжаем вдох. И можно чуть-чуть вытянуть переднюю поверхность и посмотреть на палочки на свои. Выйдав, возвращаемся. Так. А, у меня что-то. 40 минут бесплатно закончилось. Да, да, да. Давайте сейчас перезагрузимся и продолжим уже практическую часть. Я не стал так. ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует... 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 какие у нас положение позвоночник может принимать это наклоны и против и то есть вот это движение потом боковые вытяжения и скроченные то есть вот у нас три все отделы позвоночника в общем-то вот по-разному но в этих диапазонах двигаются поехали мы сейчас давайте возьмем себя стопы на ширину таза уже полученной информации начинаем сейчас небольшую разминочку это сук шмабия называется в йоге или разминка суставная суставная гимнастика может вы слышали и начинаем тазом двигать по кругу сейчас я немножечко уже ускоряюсь меньше теории давай сейчас уже папа подвигаемся и поделаем дыхание сейчас произвольная так вперед вдох назад выдох можно в другую сторону вдох выдох вдох так мы разомнём основные суставчики хорошо теперь плечики вперед это будет выдох назад вдох вдох выдох ладошки развернули вдох завернули обратно то есть максимальное количество суставчиков тут подключаем здесь у нас работает вся спина все это соединяем дыхание вдох выдох вы теперь локти разводим вот так стороны вдох локти сводим выдох то есть чередуем браги приятный и наклон то есть так я поправить вот прямо досконально посмотрите как правильность упражнения не могу поэтому смотрите у ощущений у нас вытяжение задней поверхности вытяжение передней поверхности на вдохе вы и еще хорошо что еще можно сказать у нас есть еще четыре стороны тела передняя часть занятий боковая боковая и даже если мы пальчиками подавайте больших пальцев на ногах начнем шевелить вверх вниз растопыривание растопырили поставили растопырили поставили и также шевелим пальцы на руках давайте ручки вперед и сжали разжали подняли пальцы на ногах на руках и опустили подняли напустили у нас миофасциальные цепи от мизинца соединены с мизинчиком от большого пальца с большим пальцем то есть у нас по передней части все вот это дело соединено и давайте кто только пальчиками рук жаль разжали жаль разжали теперь растопырили пальцы растопырили подняли вверх вниз вверх вниз вверх вниз вверх вниз по кругу в одну сторону другую сторону стряхнули если у нас по передней части какая-то из мышц не работает поджата то у нас нарушается работа всей передней части по задней тоже самое по боковой по боковой и боковой соответственно даже не знаем всей этой теории в хатха йоге мы включаем переднюю заднюю боковую боковую и она все начинает подключаться и работать но и восстанавливать свой функционал дальше ручки стороны и вот так покрутили логоточки а кисти расслаблю кисти раскройте кисти чтобы как будто бы пальчики удлинялись как будто пальчики удлиняются в другую сторону разогреваем хорошо теперь плечиками только плечи назад круговое движение раз два три четыре другую сторону вперед раз два три четыре теперь шейный отдел вот внимание шейный отдел отвели затылок назад посмотрели и опустились вниз вырезали замечающие вы выдох 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 хорошо взгляд прямо повороты вдох повернулись потянули подбородок за плечо выдох прямо вдох в другую сторону выдох выдох прямо вдох в другую сторону выдох почувствуйте что происходит со всей спиной мы двигаем только грудным ой только шейным отделом а посмотрите как это влияет на на всю спину на все состояние и теперь еще боковые выдержания в одну сторону сделали вдох давайте пальчиком потянемся в пол выдох в другую сторону пальцы тянемся пол до вывела вдох 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 выдох 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 вдох выдох вдох выдох 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 вы хорошо боковые вытяжения просто руки висят один бог вытянули сделали вдох другой вдох выдох чувствуем как помните от чего начинал ощущения ощущения как меняются ощущения руку поднимает с каждым новым положением тела пространстве вдох то есть обращаем внимание на это несмотря на то что достаточно простые движения хорошо вы теперь руки где угодно на левую ножку встаем правый вверх и тазобедренный сустав чуть чувствуем раз два три четыре другую сторону раз два три четыре колено пробега вперед назад у нас диапазон работы колена это вот вот этот теперь покрутили стопой это мы тазобедренный немножечко и в другую сторону тазобедренный немножечко поразгинаем еще и теперь стопа на себя от себя на себя он себя на себя вот себя по кругу в одну сторону и другую сторону стряхнули все стряхнули ножку поменяем сначала не слишком почувствуете правую левую ногу состояние поменялось до ощущения встаем на правую круговые раз два три четыре другую сторону раз два три четыре удерживаем положение на одной ноге подгибали подгибали хорошо и теперь став стопу на себя от себя на себя от себя по кругу раз два четыре другую сторону стряхнули вторую секундочку дым бак не появился хорошо и теперь мы начнем сегодня мы сделаем уже комплекс который называется приветствие солнцу сурья наваскар достаточно круто вот я уже сколько там лет занимаюсь много лет я все равно его использую в своей практике самого универсальное что можно придумать например утром быстро за пять-десять минут попрактиковать и прийти в себя мы его сегодня начнем делать сообразно тому такая информация была получена то есть наблюдаем за тем как меняется ощущение наблюдаем за дыханием я его диктую вдох в эйдах ну и на сегодня пока все я больше водных пока давать не буду чтобы не слишком много было информации сурья наваскар это приветствие солнцу состоит из фактически из прогибов и анти прогибов то есть наклонов и у нас тело оживляется полностью позвоночник и дыхательная кровеносная эндокринная то есть все системы начинают просыпаться и оживать и это еще динамическая практика соответственно мы качаем динамику двигаем двигаем суставы двигаем мышцами мы не сделали еще одно положение тела это скручивание давайте из таза из таза вот такой сделаем импульс и руки как плети а не отпусти руки совсем чтобы плечи были расслаблены то есть контроль сейчас убираем над руками и заглядываем за спину за спину заглядываем и чувствую какими вот как это происходит такими мышцами импульс и стаза то есть не плечами мы сейчас плечи у нас по инерции и стаза мы запускаем движение рук вот такое простое движение хорошо встаем начало коврика ладошки перед грудью у нас поза молящегося и называют или намасте ладошки это положение называется приветствуем приветствуйте ну практика восходящего солнца до солнца себя приветствуйте приветствуйте свое окружение из поблагодарите вот за возможность практиковать за возможность чувствовать дышать хорошо три дыхания настраиваемся делаем вдох помним у джари да вы и да помним макушкой вверх вдох через стопы стекаем вниз выдох и у нас дышим дальше и у нас будет положение тела меняться в пространстве сделали следующее движение почувствовали как поменялась поза как поменялась опора как переменялось ощущение мышцах и вот мы его начинаем делать давайте ручки опускаем делаем вдох соединили ладошки сначала сейчас в статике делаем соединили ладошки посмотрели на ладошки почувствовали переднюю часть вытянуты сделали вдох вы это движение раз второе движение одно важное мы опускаемся важное почему потому что новички обычно пальчиками до пола если и дотягиваются то ноги сгибаем сгибаем и живот укладываем на бедра это обязательное условие живот на бедра ноги сгибаем до тех пор пока живот не коснется бедра ноги сгибаешь да и голова висит это у нас будет второе положение не обязательно это делать с прямыми ногами вернее обязательно делать это с согнутыми ногами для безопасности следующее движение правая нога назад отшателет вышли положение вот такого широкого шага и давайте здесь останемся пяточки потянулись назад коленом вперед понаблюдали как что поменялось ощущение сделали вдох помним дыхание у нас как ниточка в рейдах каждый раз и на это давайте колено опустили колено опустили носочек вытянули каждый асана это бусинка и теперь неважно как это получается пальчиками упираемся в пол и вас попробуйте грудной клеткой вперед уйти и вправе будете сделать вдох посмотрите что поменялось только голову не запрокидываем затылком на на спину голову отводим назад отводим то есть шея у нас как продолжение позвоночника хорошо теперь ладошки укладываем перед собой и отшагиваем второй ногой назад это у нас планка в планке мы сегодня долго стоять не будем делаем одно дыхание но отстройку скажу пяточками мы вытягиваемся назад макушкой вперед копчиком назад макушкой вперед здесь работает и передняя часть и задняя часть тела соответственно этот асана укрепляет все постуральные мышцы и там прочие мышцы которые у нас отвечают за прямохождение там и хорошо опуская деревья с устоя давление ладошки под плечи и в кушке сделай место битами браги эндок они враги пара п良ки но анти драги гор в дороге браги 높 анти дороги гур ins 2 дуже и все мrieки и в планку выходим, опускаемся вниз на живот. Вот. Здесь мы сделаем ладошки, поставим под плечи и попробуем локтями вытянуть себя вперед. Локтями себя вперед. Реберную дугу чуть приподнимаем. Реберную дугу чуть приподнимаем и чувствуем, как живот натянулся, стенка живота. Локти вперед. Вперед, вперед, вперед. Стелка живота натянули и поставили лёбрышки в пол. Поставили в пол. Отпустили руки. То есть у нас от рёбер дальше грудная клетка приподнята. Плечи назад, локти назад и вот так их приподнимаем вверх, чтобы у нас лопаточки как бы чуть-чуть поджались и толкнули грудной отдел вперед. Смотрим не вверх, а перед собой. Дышим вдох, выдох. Хорошо. Ладошки поставили под плечи, приподнимаемся в кошку и вот как я в первый раз рассказывал, когда я был в первый раз на йоге, делаем собаку. Вот. собака головой вниз, это у нас такая вот штука. Есть ещё разные классификации асана. Если это в школе Оренгара было бы, то сказали бы Адха, Муха, Шиванасана. Ну, или по-простому, горка или собака головой вниз. То есть, у нас таз идёт вверх. Ножки присгибайте. Ладошки на ширине плеч, пальцы, ширина пальцы раскопылены, плечики в стороны раздвигаются. И мы пробуем руками оттолкнуться, руками. И здесь сделать вдох и выдох. Теперь смотрим вперёд. Смотрим вперёд. И правой ногой шагаем, ставим стопу возле правой ладошки. Переходим в широкий шаг. Работает. Колено пустая. Колено пустая. И пробуем посмотреть наверх. Сделаем вдох. Хорошо. Подшагиваем второй ногой. Выдох делаем. Подшагиваем второй ногой. Живот обязательно на бёдрах. Голова висит. Живот на бёдрах. Голова висит. Ноги присугнуты. И руки через сторону вверх. Поднимаемся с круглой спиной. вверх. Вдох. И ручки на перед груди выдох. Вот мы сделали на одну ногу. Почувствуйте сейчас, как поменялось ощущение. Самые простые сейчас движения делаем. И как меняется ощущение. Сейчас, чтобы отработать вот этот наклон и поднимание и выпрямление тела, сделаем несколько вот эту виньярцу связку. Руки через стороны вверх. Вдох. Посмотрели. Сделаем небольшой прогиб. Посмотрели вверх. Выдох. Можно с круглой спиной пойти рёбрышками на бёдра. Потом опять поднимаемся вдох. Итак, несколько раз посмотрели то есть проги выдох на пол. Вдох. Проги. Выдох. На пол. Вдох. С улы спиной. То есть смотрите, чтобы нигде не было дискомфорт. Выдох. Наклон. Здесь убираем дискомфорт. Скругляем спинку. Всей спиной. Двигаемся не поясницей, всей спиной. Выдох. И останемся внизу. Выдох. Хорошо. Левой ногой отшагиваем назад. Левой отшагнули. Почувствовали вот это ощущение выкинутое в паховой области. Правым коленом вперёд потянулись левым назад. Хорошо. Опустили колено. И посмотрели вверх. Сделали вдох. Отшагиваем в планку выдох. В планке вдох. Опускаемся в выдох. Прогиб. Вдох. Вдох. Посмотрели наверх. Собака головой вниз. Выбрыгали ноги. Выйдох. Мы уже более-менее двигаемся по дыханию. Посмотрели вперёд. Вдох. Посмотрели назад. Выйдох. встали на носочках. Вдох. Чувствуем мышцы. Мышцами не плюхаемся. Медленно-медленно. Мышцы сильные. Выдох. Мышцами поднимаемся. Выйдох. И пяточки вниз. Выдох. Посмотрели вперёд. И шагнули левой ногой. Очередной шаг. Выпад такой. Чем ниже таз, тем у нас больше растягиваются внутренние пахи. Пяточку заднюю толкнули вверх. Ой, не пяточку, и подколеною впадим. Толкнули вверх. Ага. Теперь колено вниз. Посмотрели вперёд. Вдох. И ушли в наклон. Подшагнули второй ногой. Выдох. Руки через стороны левой. Вдох. И через стороны вниз. Это мы сделали один круг. На одну ногу, на вторую. Вариаций сури наваскар много. Сейчас мы сделаем второй вариант. И будем на сегодня заканчивать, потому что уже по-моему лимит по времени. Руки через стороны вверх. Вдох. Наклон выдох. Начало такое же. Правая нога назад. Вдох. Широкий шаг. И мы здесь поднимаемся в выдох. Ага. Ноги сильные. Теперь мы силу тренируем. Руки через стороны вверх. Вдох. Ножки сильные. Опускаемся в планку. Выдох. Отшагнули. В планке вдох. Опускаемся к колени. Грудная клетка и подбородок. 8 точек на полу. Помним, да, я говорил, опора. Сейчас у нас опора на 8 точек. Грудная таз наверху остается. У нас 8 конечностей на полу. Если не получается хайм пробы, как получается, мы постепенно будем это изучать. Таз вниз и посмотрели вверх. Это называется кобра. То есть как мы перед этим делали? так, да? Только у нас ладошки чуть-чуть помогают. Смотрим не вверх, а перед собой. Сделали вдох. Включили заднюю поверхность. Хорошо. Отодвинули таз назад. Соба головой вниз вверх. Правой ногой вперед. Вдох. Широкий шаг. Поднялись вверх. Ручки вверх. Уплывете нарезать. Из задней пятки потянулись. Вдох. Хорошо. Молодцы. И шагом вперед. Вдох. Наклон. Голова висит. Руки через стороны вверх. Руки вниз. Выдох. И на вторую ногу делаем вдох. Выкинули переднюю часть. Выкинули заднюю. Выдох. сзади нога левая нога назад. Вдох. Приподнимаемся. Выдох. Дышим. Дышим. Ручки вверх. Вдох. Опускаемся вниз. Ладошками отшагиваем. Выдох. Здесь в планке вдох. Опускаемся колени и грудная клетка подбородок. Выдох. таз вниз. Макушка вверх. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Выпрямляем руки. Спинку вытягиваем. Смотрим вперед. Левой ногой вперед. Вдох. Приподнимаемся. Выдох. Руки через стороны вверх. Вдох. Опускаемся. в наклон угольдах. И руки через стороны вверх. И через сторону вниз. вверх. И теперь почувствуйте, как ощущения поменялись, как я себя сейчас чувствую. Задайте себе вопрос. Как я себя сейчас чувствую. Садимся. Садимся. левая нога прямая. Сейчас еще один элемент. Правая вот согнута. И левой рукой мы обхватываем правое колено. Левой рукой правое колено. Ага. вот и смотрим назад. Делаем дедок. Самый простой вариант вот такого скрученного положения. Вдох. Еще вдох. Вдох. И меняем. Правая вывервлена. Левая согнута. Правой рукой зацепились за колено. Повернулись назад. Посмотрели назад. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Теперь ложимся на поле. Ложимся. Ноги возле таза. Грудки в стороны. руки в стороны. Стопы пошире ставим. Пошире. И теперь оба колена опускаем с правой стороны. Смотрим влево. Делаем вдох. Выдох. Поднялись в другую сторону. Колени слева опустили. Вдох. Выдох. Поднялись колени с другой стороны. Вдох. Выдох. Поднялись. И колени с первой стороны. Вдох. Выдох. Поднялись. Хорошо. И леви полежали. Выпрямили. Уканчиваем. И завтра в это же время начинаем с того же места. Я продолжу. Если вопросики есть, напишите в чате. и я их освещу всех. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Все. С добрым утром всем. Кто здесь у нас тоже завтра в это же время. Все. Всем с добрым утром. Кому нужно полежать, полежите. В шавасане. Вся остальная информация будет завтра. Да. И подключайтесь к чату поддержки. Там в посте, который я размещал, все написано.